Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Состоятельный бизнесмен смертельно обидел свою жену В гневе супруга показала, на что способна оскорбленная женщина Она сбежала к скромному, но достойному ее любви и доверии мужчине вместе с грудным ребенком Истец Виктор Делягин обратился в суд с иском об исполнении долговых обязательств А именно возмещение занятых средств в размере 400 тысяч рублей Ответчик Жизель Лунина с иском не согласна Утверждает, что не брала у истца взаймы денег Девушки отдыхают Прошу садиться Слушай, дело открыто Делягин Виктор Петрович 69-го года рождения Хочу пояснить, что я занял вот этой вот мошеннице 400 тысяч рублей Под расписку о займе И она мне их не вернула 29-го марта 2009-го года Мы были в ночном клубе Отмечали день рождения моего друга Присутствовали я, мой друг и Жизель Через некоторое время Она сказала, ребят, мне нужно ехать Попрощалась, вышла Минут через 20 она звонит Говорит, выйдите, помогите завести мне машину Машина не заводится На то время у нее была убитая шестерка совершенно Мы вышли, пытались помочь ей завести машину Прикуривали аккумулятор от моей Не работает Решили вернуться обратно, продолжать Замерзли, сидели, выпивали еще И все это время она долбила, клевала мне мозги Мне нужна новая машина, хочу машину Помоги мне с машиной Я была расстроена, ну вы поймите правду Понятно, что ты была расстроена Это первый день знакомства? Нет, конечно Мы до этого были 4 месяца с ней знакомы А, понятно Мы встречались, я помогал ей деньгами Вы дружили? Можно сказать и так, да, мы встречались Значит, она просила у меня эти деньги взаймы У меня есть свидетель, что она просила эти деньги взаймы Я сказал, хорошо, я тебе займу эти деньги Только под расписку Тут же, ни слова не говоря, она согласилась У меня, в принципе, причин не доверять ей не было Она написала мне расписку Я эту расписочку положил в конвертик Положил в пиджак и дома просто пришел, положил эту расписочку в ящик письменного стола Это шутка, ночной клуб, представляете, все втроем были уже пьяны Такие могут быть шутки Я что, шутник, я циркач, я бизнесмен, я деньги в долг, без расписки не даю Человек был уже пьяный, ну какая расписка? Так расписку давал не пьяный человек, а расписку на 400 тысяч давали вы, видимо, да? Не давала я расписку, ну Не давала? Ну, мы посмотрим Как не давала, если давала А что вот это вот такое? Я вам объясню сейчас по ходу дела по поводу вот этой расписки Естественно, давайте эти все документы, в том числе расписку суду через пристава Расписку покажи Расписку и объясняй, что произошло с этой распиской Ой, какая расписка! Сейчас на ней ничего нету Как интересно Вот заключение, экспертное заключение графологической экспертизы Какой экспертизы? Чисто из бумаги Я уехал в Прагу, в Чехословакию, у меня там бизнес По приезду оттуда через полгода Это расписка, совершенно верно, я сейчас поясню Я сейчас поясню, что это такое Я сейчас поясню, что это такое И не зря я держу вот эту вот ручку в руках Вот такой вот ручкой была написана эта расписка Эта ручка продается в каждом магазине розыгрышей Это чернила, вот я показываю вам чистый лист бумаги Вот, все видите, да? Что чернила на ней есть Сейчас, пока мы будем по ходу разбирательства Вы просто увидите, что чернила эти исчезнут Вот эта вот ручка Передайте суду, пожалуйста Ну экспертиза-то не доказала же Экспертиза не доказала, есть же заключение экспертизы Экспертиза показала, что там была написана Расписка по поводу 400 тысяч рублей Ну и что? Я согласен, экспертиза не показала Ты можешь с экспертизершей там расписаться где-то в уголке Экспертиза не показала, что это ты написала именно Конечно Поэтому я вполне говорю, что это все блеф Я уехал в Прагу на 6 месяцев По приезду из Праги я звоню Жизеле Говорю, Жизель, извини меня, кризис Жизель, мое имя Жизель Жизель, 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 именно Я звоню, говорю, Жизель, у меня просто проблемы в Праге с бизнесом Я хочу получить обратно свои деньги Банкротишь, что ли? У меня не было полгода, я с тобой ничего не требовал Сейчас я хочу получить обратно свои деньги А это время вы оплачивали жилье-то Жизель? Нет, я уезжал, конечно, я уезжал У нас с ней не было в это время отношений Полгода меня не было То есть вы оплачивали жилье только тогда, когда у вас были отношения? Совершенно верно, когда мы встречались А как нет отношений, пусть живет где хочет Ну, отношения у нас вот на этом как бы и закончились, к сожалению. На чем? На 400 тысячах. На 400 тысячах. Не писал, не звонил. Как-то не звонил, конечно же звонил. И что же вам ответила Жизель? Она мне просто рассмеялась по телефону. Говорит, ты мне подарил эти деньги, никакой расписки не было. Я сразу же бросаюсь в кабинет, в ящик, вытаскиваю конвертик, там чистый лист бумаги. Я сначала думал, что может, я куда-то не туда положил просто эту расписку. Потом я смотрю, есть следы, все-таки на расписке есть следы, вот если вы обратите внимание. Я отдал эту расписку на экспертизу. Экспертиза не подтвердила, что это ее почерк, но подтвердила, что там расписка о 400 тысячах рублей. Экспертиза подтвердила, что у тебя с головой не в порядке. Да что ты говоришь, дорогая? Понятно. Свидетели какие-либо у вас есть? Совершенно верно, прошу пригласить свидетеля, который был с нами в тот день в ночном клубе. Алкаш. У него друг алкаш. Дорогая, алкаш, не алкаш, поверь мне, у него есть детские доказательства, ответчик. Свидетелем может быть и алкаш, и наркоман, и беременный, и бомж, и профессор-академик, кто угодно может быть свидетелем. Да. Главное, чтобы он был диспособным лицом. Вам слово отвечу. Значит, у него была уже наготове в сумочке. Значит, он диспособный. Она планировала просто это. Как вы сможете доказать, что эти деньги были вам подарены, а не переданы в долг? Очень просто. Ну, как сказал? Да. Мы были в клубе. Я пошла, хотела уехать. Машина не заводилась. Естественно, я позвонила ему, говорю, иди, выходи, помогай, я что-то вообще никак уехать не могу. Он выходит с своим другом, вот с этим алкашом. Выходит, ну, и его друг начал смеяться, типа, ты такой, типа, богатый бизнесмен, у тебя такая любовница, и она ездит вот на такой убитой тачке. На что он вдруг громко, причем при друге сказал, да я куплю самую дорогую на марку. Он это сказал сам. Это за 400 тысяч рублей-то? Самую дорогую? Вот именно, понимаете, что 400 тысяч на марку не стоит. Я понимаю, если бы он мне полтора лимона дал, и потом бы еще говорил, сам заговорил, я ладно, говорю, я свою машину продам. Послушай, я не рокфиллер, да и ты не стоишь этих денег, полтора лимона. Все, тихо. О чем ты говоришь? Смотрите, я говорю, ладно, я свою продам, добавлю твои 400, которые ты мне подаришь. Понимаете, ну как так, пообещал же. Потом мы в клуб пошли, естественно, дальше, но я была расстроена, ну как можно? Что значит пообещал? Расписку это кто писал? Какую расписку? Кто писал эту расписку? Ты там посмотри, там даже включили экспертизу нет. Вы расписку эту писали или нет? Нет. Все-таки? Никогда. Нет. Что, будем слушать вашего свидетеля? Да. Давайте. Давайте свидетеля. 400 тысяч, вот жилоб, я вообще не понимаю. Свидетель, не стоишь этих денег. А ты стоишь этих денег, господи. По крайней мере, они мои. Это я их дал тебе, а не ты мне. Четыре. Это я их дал тебе, а не ты мне. Что она там? В суд приперся. Оправдывается? Угу. О, кажется, шоу. Ваша честь. Оправдывается? Я оправдываюсь. Привет, букет. Представьтесь, кто вы? Полянцев Иван Алексеевич, я, товарищ Виктора, был свидетелем. В тот вечер, 27 марта, мы, значит, с Виктором отдыхали в клубе, и вот эта вот мадемуазель был свидетелем разговора, как она ломанила бабки моего товарища. Как, расскажите. Ну, значит, жаловалась, что у нее якобы машина старенькая, плохая, она не может с ней управляться. Ты сам это видел. Желает поменять машину. Ну так. Просила взаймы и денег. Виктор, дай мне долг. Виктор, как серьезный человек, бизнесом занимается, то есть уже не мог просто так расстаться с такой, это все-таки приличный сухой. Но очень горький, много там денег без расписки, даже близким родственникам. Да, в итоге, то есть, они договорились, да, под расписку, под расписку, он согласился ей одолжить денег. Да ты так пьяный был. Мы тебя еле вывали клеить. Что ты можешь помнить? У меня днюха была, имею право. Ты вообще еле двигался, тебя с чего-нибудь вытесли. Доказательства какие-либо. Есть тому, что ответчик писал расписку? Я вспомню, что я в тот вечер снимал на камеру мобильного телефона, ну, стриптиз. Марина знает, жена твоя, что ты стриптиз снимаешь. Знает. Да, что дальше? Домашний компьютер, я закачал. Что дальше-то? Молодец. Со мной говорите. Значит, извините, значит, на камеру мобильного телефона, помимо стриптиза, и записался кусок разговора ответчика с ИСом, с моим товарищем. А текст расписки не удалось заснять? Кое-что можно услышать. И увидеть. Я вот, значит, переписал на диск. Разговор уже полностью доказывает. Качество свидетельства, пожалуйста, Можем посмотреть. Я прошу судебного пристава обеспечить просмотр этого диска. С распиской ты с хитрила, но тут ничего у тебя не выйдет, дорогая. Вот. Представим себя, один лежал на земле с расстунутыми руками из капота, как было кровь. Это было прям как тогда, на ленте, помнишь, когда мы возвращались с дачи, и ты мне еще говорил, только не смотри, ну жесть вообще. Я спросила у граничника, что случилось, он говорит, они не были пьяны, просто отказали тормозать. А только моя машина перед тормозой отказала. Будешь носить с дачи? Ой, слушай, Ларина, сколько стоит новая тачка? Ну, нужно добавить четыреста. Не переживай, котик, полгода, и я все тебе верну. Ну, ладно. Дам тебе в долг эти деньги, только слышишь, ты мне расписку пиши, я машину дарить тебе не буду. Ну, конечно, конечно, я напишу тебе расписку. Ручка, ручка моя, бумагу, бумагу, сейчас найдем, напишем. Да жало мужика, ну ты и лиса. Вы продолжаете настаивать на том, что вы взаймы не брали? Ну, да. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Жил квартиру себе однокомнатную. С какой стати? Это моя квартира, я там уже не буду. Потому что это мои деньги были, на которые ты купил квартиру. Там не было никаких твоих денег. Там были мои деньги. Ты все деньги увез вместе со своей этой телкой. В день своего бракосочетания Роман Кошкин внезапно узнал, что у его любимой жены есть трое детей, которых он теперь обязан воспитывать. Не в силах смириться с подобным известием, Роман пустился на утек. Жена бизнесмена наставила ему рога и похитила его единственного сына. Униженный муж узнал, что супруга не только изменяла ему, но и подделала документы на ребенка. Теперь мужчина жаждет законной мести. Оглашается решение суда. Так, по существу, спор между сторонами сводится к тому, что истец настаивает на том, что был договор займа, причем он был совершен в письменной форме. А ответчик утверждает, что договора займа как юридического факта не было. Суд оценивает доказательства, которые представили стороны, в том числе заключение специалиста, в том числе вот эту вот расписку или надписи, которые вот эти линии делал истец в суде вот этой ручкой, в том числе вещественные доказательства, оценивает и ваши объяснения, которые вы дали в суде и считает, что требования истца должны быть удовлетворены в полном объеме. Договор был совершен в письменной форме, что подтверждается совокупностью всех доказательств. Вы по этому договору, текст договора приведен в заключение специалиста, по этому договору в течение срока указанного в договоре Вы обязаны в течение подчеркиваю одного года вернуть 400 тысяч рублей, заем беспроцентный, поэтому Вам придется в соответствии с решением суда вернуть истцу 400 тысяч рублей для того, чтобы компенсировать расходы истца по договору займа. Жлоб. А вот листок, который в этом суде был испачкан той самой ручкой. Вам решение суда ясно отвечает. Исполнительный лист получите в канцелярии суда после вступления решения суда в законную силу. Окончено слушание дела. На память. Спасибо. Вот так вот. Решение суда. Иск удовлетворить. Истец Надежда Кошкина предъявляет иск о признании брака недействительным. Отвечик Роман Кошкин с иском не согласен. Предъявляет встречный иск о разводе и разделе совместно нажитого супружеского имущества. Здравствуйте. Прошу садиться. Открыто слушание дела. Меня зовут Кошкина Надежда Игоревна. И я требую признать мой брак вот с этим человеком недействительным. Почему? Потому что брак им создавался не с целью создания семьи. Здравствуйте. приехали с целью создания семьи. А вами? Мною с целью создания семьи. Я его очень любила. А я думаешь, нет? Два года вместе прожили. То-то ты так и повел себя. Ну расскажите тогда, в чем дело. Рассказывайте. Дети-то есть? Общих нет детей. Общих нет. Ну рассказывайте, в чем дело, почему брак должен быть недействительным. И не скрывается ли за вашим желанием признать брак недействительным имущественный спор. Мы с ним жили два года, встречались. Из них полтора года жили. Решили пожениться. Так. Но в браке мы не прожили и одного дня. Потому что он на свадьбе, просто, на нашей свадьбе, меня опозорил и изменил мне просто сразу, мне на глазах. Чуть и не изменял. Сама себя так повела. Как последний шалава. Это ты себя как кобель повел. Ответчик. Да, ваш честь. Но перед вами же женщина стоит. Извините, просто на ней руку. Во-первых. Во-вторых, вы в суде. В-третьих, здесь много народа. А вы бранные слова применяете. Извините, ваша честь. Извиняю. Просто на свадьбе, когда все кричат горько, вместо того, чтобы поцеловать меня, он хватает какую-то там свою приведенную собой шлюху и вместе с ней целуется и они едут и уезжают на машине. Что значит, как ты должен был поступить? Ты должен был со мной быть. После того, что ты сделал. А не изменять мне тут же на глазах. Он забрал все деньги, все наши подарки, которые лежали в машине и уехал. Вы представляете, представляете мое состояние вообще? Нет, не представляю. А вернулся через полтора года, его вообще не было. Просто вообще я не знала, где он. Вы представляете мое состояние? Я в депрессии, я в шоке. Как, подождите, что, вы полтора года после вот этого бракосочетания не видели своего мужа? Да, вообще не видела. Он просто исчез. Со всеми нашими деньгами, с моими деньгами, с подарками и с этой какой-то там бабой своей. Да, подарки в машине были. На которую вы уехали. А кто их туда положил? Да. Ну, понятно. Ну, рассказывайте тогда, в чем дело-то? Через полтора года он заявляется, как ни в чем не бывало и говорит, отдавай мне квартиру или я буду Потому что моя квартира. Где мне жить? Я купила квартиру. И он приходит в мою квартиру, За эти полтора года вы купили квартиру? Да, конечно. Купил на мои деньги квартиру? Я купила на свои деньги. Не надо врать сейчас. Так. Именно. Я купила деньги на свои... квартиру на свои деньги. Через какое-то время я познакомилась с молодым человеком. Теперь я живу с ним. Так. И заявляется этот аферист. И не аферист. Конечно, ты аферист. Брачный аферист. Нет. Вот то, что ты все сделал. Говорите, говорите. Говорите. Заявляется и говорит, отдавай мне либо полквартиры, либо я вообще здесь буду жить. Вы представляете вообще? Ну, правильно. А где мне жить? Я в свою квартиру пришел. Либо я ему должна отдать половину стоимости этой квартиры. А правильно. Я куплю квартиру себе однокомнатную. С какой стати? Это мои квартиры. Это мои деньги были, на которые ты купил квартиру. Там не было никаких твоих денег. Там были мои деньги. Ты все деньги увез вместе со своей этой телкой и прогулял не знаю где, полтора года. Значит, вы требуете признать брак недействительным. И в связи с этим признать, что все имущество, которое было вами приобретено, является вашим имуществом, а не совместно наше. Именно так. Правильно? Да. Ваша честь, я с иском не согласен на то, что она выдвигает здесь и выдвигает встречный иск. Прошу признать, развести меня с этой женщиной и разделить квартиру в равных долях. Потому что квартира была куплена на мои деньги. Вот. У меня даже есть... Обоснуйте. У меня есть договор купли-продажи, договор дарения. Короче, получилось как, незадолго до свадьбы мои родители подарили мне однокомнатную квартиру. Погромче говорите. Она осталась от бабушки. Так. В это же время примерно умирает ее отец. У нее осталась комната... Ее это чей? Вот ее отец. Вашей жены? Ну да. Так. Вот. У нее осталась комната в коммуналке в центре. Мы так посидели, подумали. Решили продать эти недвижимости. Купи себе нормальную двушечку. Вот. Моя квартира ушла за 6,5 миллионов. Продали. Есть даже договор купли-продажи. Могу подтвердить. Ну слушай, слушай. Говори. Все эти деньги ты забрал и прогулял. Даже сыграл на горе... Ее комнату продали за 2 миллиона 800 рублей. Вот. Нам не хватало совсем чуть-чуть для того, чтобы купить двушку. 700 тысяч я доложил из своих сбережений. Так. Вот. У меня есть соглашение о том, что я внес задаток за эту квартиру перед свадебным путешествием. Вот я пришел, платил задаток этот. Вот. Сама сделка должна была стояться после того, как мы прилетим из путешествия, решили вместе пройти и все оформлено положено. Причем я хотел оформить на себя все. Вот. Но получилось так, что на свадебный банкет в ресторан ее мама, теща привела троих детей. Неизвестно чьих. Спрашиваю, чьи дети? Нормально. Она говорит, это мои и будут жить вместе с нами в нашей новой квартире. Причем, Ваша честь, старшему было 9 лет, девочке было 6 лет, а младшему было 2 года, 3 месяца. Получается, что она от меня утаила все это дело. Утаила? И после того, как родила сына, младшего, началась с нами сейчас через 3 месяца. Она мне даже не сказала, не понимаете, даже не тот факт, что утаила меня, а в том, что обманула и сказала не до свадьбы, а после того, как мы с тобой расписались уже. Ты все знал до свадьбы. Понимаете, я был вообще в состоянии шока, аффекта, не знаю, как это можно назвать еще. О чем ты говоришь? Я вообще не думал о чем. Ну, такая магия. На свадьбе была подруга, не знаю, кто пригласил ее, моя бывшая подруга была, Марина, мы, как бы сказать, я ее взял в охапку, послал, так называемую, жену подальше. То есть, вы испугались, да? Троих детей? Не то, что испугался, я испугался в том, что она меня обманула. Не хочу начать жизнь со лжи. Если она обманул в этом, я не знаю, в чем он в следующий раз меня обманет. Вы можете доказать, что вы своему мужу будущему рассказывали о том, что у вас имеется трое детей? Ну, как я это докажу? Ну, не знаю, какие-то... Я просто рассказывала, нет, у меня нету записей. Ты хорош, все без дела, подарок на свадьбу привел, а троих сразу. Просто они с нами не жили, потому что мы снимали квартиру. А где в это время были дети? У мамы ее жили. У моей. А вы со своими детьми это время встречались? Конечно, встречалась. А ваш будущий муж? Нет, он не встречался. Почему? Я не знаю. Потому что я ничего не говорил, потому что не встречался. А где они? Далеко живут от вас? Да. Далеко? Да. Но сейчас мы вместе. Но теперь вы вместе вот в этой квартире? Да. Понятно. Ваши документы передайте мне. И меня интересует, вы тоже передавайте все документы, меня больше всего интересует договор-задатка на эту квартиру. Договор-задатка, да, есть. Он удостоверен, нотариально? Да, конечно, нотариально, удостоверенно все к положению. У меня есть свидетель, который подтвердит мои слова. И что, на самом деле вы полтора года отсутствовали? Да, я скачал машину, в которой были все подарки, и деньги лежали, которые нам подарили на свадьбу. И уехал просто в Питер. Там же нашел работу. Вы признаете, что и деньги, и подарки вы забрали себе? Я не со зла забрал, я неосознанно поступил. Где эти подарки, где эти деньги? Подарки я в бешенстве тут же ночью утопил в Неве. Вот, ты еще и выбросил подарки. Вот. Деньги, я вот, там 108 тысяч было, 54 тысячи вот эти, то, что ей почитается. Я могу ей прям отдать. Да нет, новые, на, сбирай свои деньги. Слушай, знаешь, дело в том, что это должно быть. Понял. Так, ну, во-первых, это плохая примета, и эта плохая примета сейчас реализовалась, потому что я штрафую вас на 3 тысячи рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Понятно, нет? Да. Ну, что ж, ответчик, у вас еще, по-моему, есть свидетель, да? Да, ваш честь, у меня есть свидетель, который подтвердит мои слова. Ну, давайте свидетеля. Пригласите свидетеля, ответчика. А вы доберите, деньги-то доберите все. Мои 3 тысячи. Свидетель ответчика, пройдите. Нечего им на полу валяться. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Я Шамарова Вера Андреевна. Ваша честь, я являюсь риэлтором компании. Вот мое удостоверение. Да, передайте, пожалуйста, через приставо мне. Я работаю в агентстве недвижимости. Кстати, сказать, вот предисловие, я знакома с мамой и с самим Ромой уже давно. Но не в этом дело. Я принимала участие в продаже квартиры Ромы и продаже комнаты из Саанади с целью, чтобы приобрести для них двухкомнатную квартиру по их же просьбе. Могу сказать, что квартира Рома стоит 6,5 миллиона, 6,5 миллиона, а комната 2,8 миллиона рублей. Ваша честь, она врет. Действительно, я подобрала им квартиру двухкомнатную, но оформлением занималась Надя по просьбе. Так, мне понятно. Итак, эта квартира приобретена, как вы хотите сказать, и уже сказали, на совместно нажитые средства. Правильно? Ну, не совсем так. Большая часть денег была вложена со стороны Ромы. Но я еще, Ваша честь, хочу отметить. При оформлении Надя хотела, чтобы на ее имя оформлена была квартира. Меня это слегка удивило, но она убедила меня, что это было согласовано с Ромой. Хотя я не знала, какой инцидент произошел на свадьбе. Конечно, это ужасно. То, что произошло, это ужасно. Значит, теперь вы мне скажите, а вы вот уехали со свадьбы-то, вы это решение приняли спонтанно в день регистрации брака? Да, Ваша честь. То есть, когда вы регистрировали брак в органах ЗАГСа, вы планировали создать семью? Нет. А, это да, я планировал создать. Планировали создать семью? Я хотел с ней. И только на вечере, когда увидели, что у ИСА есть дети, вы решили, что с такой женщиной жить не хотите? Ну, да, я решу так. Но брак-то был уже заключен? Да, был заключен. Понятно. Он все это заранее спланировал? Я не планирую ничего заранее. А вы хотели создать семью? Конечно. Вы хотели создать семью. Понятно. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. То есть, вы что? А кто тебе... Подожди, кто все это время тебя обеспечивал? Стоишь вся такая размалеванная, красивая, ухоженная. Кто? Водитель твой... А я тебе что делаю? А я тебя настировала, наготавливала. Это что? Вы, мужчина, это не цените, да? Тирать вообще не умеешь. Да что ты говоришь? Сидишь только, гнаться, на ляжке своей в солярной паре. Состоятельный бизнесмен смертельно обидел свою жену. В гневе супруга показала, на что способна оскорбленная женщина. Она сбежала к скромному, но достойному ее любви и доверии мужчине вместе с грудным ребенком. Оглашаются решения суда. Судом установлено, что стороны регистрировали брак в целях создания семьи. А мотивы прекращения семейных отношений и то, что они возникли в день регистрации брака, не могут быть признаны существенными причинами для признания брака недействительными. Суд считает, что вы хотели создать семью, и брак не создавался для того, чтобы вы жили вместе. Он не фиктивный. Поэтому ваш иск я отклоняю, он не удовлетворен. Теперь по поводу встречного иска. Суд считает доказанным, что спорное имущество приобретено на средства ответчика и получено им в наследство. Именно поэтому указанные средства не могут считаться общим имуществом супругов. По этим основаниям встречный иск удовлетворить, взыскать первоначального истца с вас заявленную сумму, а квартира остается в вашей собственности, она зарегистрирована на ваше имя. Итак, ваши требования удовлетворены. Решение суда. В основном иске отказать, встречный иск удовлетворить. Истец Петр Крылов обратился в суд с иском об установлении отцовства. Ответчик Нателла Ухтомская с иском не согласна, утверждает, что отцом ребенка является другой человек. Прошу садиться. Слушание, дело открыто. Вам слово. Ваша честь, я требую установления отцовства и изменения записи в свидетельстве о рождении моего сына. Вы хотите, вы хотите, чтобы из свидетельства о рождении исключили запись о том, что вы отец? Нет, наоборот, чтобы включили запись, что я отец, что я законный отец моего сына. А сейчас кто там записан? А сейчас сейчас записан законный отец моего сына. Нет, Ваша честь, сейчас незаконный отец, сейчас какой-то проходимец, а точнее мой бывший водитель. Понятно. Сейчас я все поясню детально. Значит, три года назад, ну, вообще мы живем вот с этой женщиной, я живу. Жили. Жили. Три года, в гражданском браке. Вот. Ну, месяц назад у нас родился сын. Угу. По истечении двух недель я случайно обнаружил свидетельство о рождении и смотрю, а там папа-то не я, а мой водитель. А вы продолжаете жить еще, да? Ну, на момент, когда вы увидели свидетельство. Мы уже год не живем вместе. Ну, как мы год не живем вместе, если... Как мы год не живем вместе? Если ты год была в роддоме, я был вокруг тебя. Вокруг тебя все создавал. Весь быт. Что ты создавал вокруг меня? Лекарства покупал. Я живу с своим любимым мужчиной. И это наш ребенок, к которому ты не имеешь никакого отношения. У тебя какое-то помешательство, что ты решил его усыновить? Это предатель по отношению ко мне. Это твой этот мужчина, если его можно так назвать. Вот его-то как раз в отличие от тебя можно так назвать. Этот мужчина, если его можно так назвать, он, кстати, так и не показался до сих пор, чтобы выяснить со мной отношения. Не хочет тебя видеть. Вот, хочет увезти ее, он сделал ей предложение, она приняла, конечно, его с удовольствием. Естественно, приняла. И, мало того, он хочет еще увезти моего сына к себе... Не твоего, а нашего сына. Вернее, к своим родителям в Израиль. То есть в точку, где... О, понятно. ...повышенный терроризм. Вот, я категорически с этим не согласен. Кто тебя спрашивает будет? Вот, поэтому хочу, чтобы вы... Придется спросить, если будет установлено отцовство. Он не имеет никакого отношения к моему ребенку. Как это я не... Ваша честь, я стопроцентный отец. Я знаю это. Я же... Ну что, я ребенка своего не узнаю, что ли? Елки-палки. Ваша честь, мы год уже живем с Василием. Он действительно работал раньше родителем. Каким образом вы живете вместе, если я постоянно... Помолчи, когда я говорю. Мы живем год... Ты не рот, не затыкай, кукла. До этого мы жили три года вот с этим человеком, который меня унижал, как вы видите, даже сейчас. Я унижал твои пальчики, бриллиантами. Он не унижал, всячески... Ну не похоже на то, что унижал-то. Почему это? Как-то, ну так, внутреннее убеждение у меня складывается, что не унижал, он любил пальчики, любил вас. Он даже меня избивал. Он не изменял постоянно, как потом Василий рассказал. То есть он постоянно... Что ты несешь? ...говорил, что задерживался на работе, на самом деле изменял. Ездил по баням, по сауну, мне Вася все рассказал. Я обязан задерживаться на работе. Он рассказал Вася, который был твоим водителем и возил тебя. Вася, крыса поганая. То есть это было такое отношение... Которое до сих пор так и не появилось. Еще раз проясняю. И, естественно, рано или поздно мое терпение закончилось, и у нас был серьезный разговор с Петром, и я решила уйти. И как раз в это самое время за мной начал ухаживать Василий, который давно был ко мне неравнодушен, и мне он тоже нравился, потому что... Что тебе может дать водила, этот Василий? ...умеет обращаться со мной как с женщиной, а не как с кухаркой, он вас не имеет. Нет, нет. Он относился ко мне как к вещи. Как к содержанке постоянно... Знаете что, мы не выясняем сейчас, какой мужчина лучше, мы выясняем сейчас, кто же является отцом ребенка по иску истца. Вот год назад мы стали встречаться с Василием, потом я переехала к нему, мы живем вместе, скоро поженимся. только что истец сказал, что по возвращении Вас из роддома вместе с ребенком через две недели истец стал искать какие-то свои бумаги, случайно наткнулся на свидетельство о рождении. Нет, этого всего не было. Я год его уже не вижу и не имею к нему вообще никакого отношения. Там все как и он. Тогда... Истец. Никакого времени в роддоме была. Он тут и никакого отношения не имеет. Я понимаю, что Вы нервничаете, но давайте все-таки соблюдать порядок. это, наверное, просто родовая депрессия, у него немножко поехало... Слушайте, слушайте меня. Это у тебя немножко поедет, не немножко. А крыша капитально поехала, раз ты здесь права свои ставишь. Так скажите мне, жили Вы вместе или нет, а? Ваша честь, мы вместе жили. Так. Мы, конечно, не жили, ну, так вот, прям, 24 часа в сутки. То есть я снимал квартиру ей, отдельно приезжал, там, привозил какие-то там подарки, вещи там. Встречались. Нанимал врачей, они приезжали. То есть я курировал ее беременность на протяжении всего времени. Ничего этого не было. Ответчик сообщила о беременности сразу, как только ей стало известно о беременности. Да, сообщила сразу. Радовалась? Да, конечно, радовалась. Мы ждали этого ребенка. Так. Что ты несешь сейчас? Из роддома кто встречал? Из роддома встречал я со своими родителями. Есть фотографии. Серьезно? Есть фотографии. Передайте, пожалуйста. На самом деле, меня встречал мой любимый мужчина Василий, отец ребенка. И непонятно, зачем ты со своими родителями припелся туда. А у вас фотографии-то есть этого Василия? Он сидел в это время в машине. Понимаешь? Василий пришел со мной. Ну, интересно, ну, если... Куда пришел Василий? Вот на фотографии. На фотографии вся семья изца и вы здесь с ребенком. Василий отошел как раз в тот момент подогреть машину. Эти подлетели ко мне все и давай со мной щелкаться. Я вот это сама не поняла. Зачем? Что? Я не понимаю, ты что использовал меня, что ли, все это время? Они меня начали фотографировать и, так сказать, ко мне пристраивался, постоянно перед фотографом. Только что истец заявил, что все время беременности находился рядом с Вами. Вы ему сразу сообщили о том, что Вы беременны. Нет, я Вам говорю, этого ничего не было. Истец, послушайте меня, послушайте меня, истец представил документы, подтверждающие, что именно он занимался врачебным вашим обслуживанием во время беременности. все так. Посмотрите, он документы же представил. Но как и что же он... Это все липовые документы? Он достаточно богатый человек. А кто тебе... Подожди, кто все это время тебя обеспечивал? Стоишь вся такая размалеванная, красивая, ухоженная. Кто? Водитель твой что? А я тебе что делала? А я тебя настировала, наготавливала. Это что? Вы, мужчины, это не цените, да? Ты стирать вообще не умеешь. Да что ты говоришь? Сидишь только красишься, доляшки свои в солярии паришь. По салонам с бабой зажигать? Замечательно. Только что вы доказали в суде, что вы на самом деле вместе проживали, и что вы даже вот сейчас нервничаете. Мы проживали три года, а потом разошлись. Я нервничаю, да, потому что этот человек, он мне очень много плохого сделал. Ты запуталась. Объясните, зачем вам нужно, чтобы в свидетельстве о рождении был вписан другой мужчина? В свидетельстве о рождении моего сына вписан его отец. Ваша честь, я на сто процентов уверен, что сын мой. Какие еще доказательства у вас есть? У меня есть свидетель, Василий, мой мужчина, отец моего ребенка. Это вот тот самый водитель Василий. Тот самый водитель Василий. Водителя Василия, пригласите, пожалуйста, в зал. Свидетель ответчика, пройдите. Как вас зовут? Я Тучкин Василий Львович. Долгое время работал на бизнесмена Крылова. К сожалению. Это тот, который сейчас истец, да? Да, совершенно верно. И как же вы умудрились стать отцом ребенка от женщины, которая с ним три года проживала? Вот в том-то и дело. То есть они очень долго время жили, все это, вся их личная жизнь была у меня на глазах. Я постоянно видел, как она плачет, как он ее оскорбляет на протяжении всего того времени, пока я не живу. Может быть, ты дневник еще делал, а? Постоянно ездил по девчонкам со своими друзьями, доплачивал мне деньги за то, чтобы я молчал, не говорил, ничего такого. Даже могу вам сказать, да, они жили три года, это какое-то время, но детей не было. Как мы начали жить год, то есть, соответственно, у нас родился наш общий ребенок. Так, а вы что, жили одновременно с двумя мужчинами, что ли? Да нет же, я же вам говорю, три года я жила с Петром, потом год с Василием. Как раз вот этот год, когда были беременны, жили с Василием, да? Когда я была беременна жить с ним? Год назад я ушла к Василию, ребенка у меня месяц. Ну, интересно, но доказательство, ваш истец, первый мужчина, да, представляет, что все это время прожил с вами, он ему даже представил документы, подтверждающие, что платит за квартиру. Платил за квартиру. Я вам еще раз говорю, это все липовые документы, сейчас все можно купить. А он богатый человек. Ваша честь, мы даже по пьяни, мы сидели с ним, он мне сам как-то проболтался, что он, в принципе, не может иметь детей. Понимаете? Ты что делаешь-то? Ты что делаешь? А ну, отпусти Ваську! Сволочь! Вот, смотрите, видите, доказательство того, что... Слушайте, он больной, психбольной! Вот так он на меня и дома всегда наскакивал, как что? То из заревности, то еще из-за чего. Представляете, что он... Я думаю, это с гору, станьте на свое место свидетельство. Может, ты и фирму хотел разорить? С жены начал, собака, а? Рядом стойте. Рядом стойте со стом. Тих, больной психушку надо лечиться, а не детей заводить. Рядом со стом встаньте. А вы что, хотите в Израиль-то уехать на постоянное место жительства? Да, на постоянное. Понятно. Ну так вот, я вам оглашаю результаты генетической экспертизы, генетической дактилоскопии, которая была назначена в соответствии с определением суда при подготовке дела к судебному заседанию. Оглашать вы не возражаете? Нет? И вы не возражаете. Я только за. Так вот, здесь однозначно указано, что отцом этого ребенка является истец. Это вранье. Суд удаляется для принятия решения. На трассу, кстати, водитель, вот у вас семейка будет. На рожайке. А мой сын останется со мной. Это не твой ребенок, не твой сын, а мой сын. Основаниями для возникновения прав и обязанностей родителей и детей является установление их происхождения. Так вот, в судебном заседании суд оценивает доказательства в их совокупности установил, что вы являетесь отцом ребенка, которого родила ответчица. В связи с тем, что заявление о взыскании из вас алиментов не заявлялось, я решение вынести о назначении алиментов не имею возможности. Теперь то, что касается записи в ЗАГСе, свидетельства о рождении, на основании решения суда, когда суд, когда это решение вступит в законную силу, вы получите свидетельство о рождении, в котором будет написано ваше фамилия, имя, отчество, как отца ребенка. Мы будем обжаловать решение. Обжалуйте. Обжалуйте, вы имеете право. Решение суда. Иск удовлетворить. Субтитры создавал DimaTorzok